Сильвио 2 Сильвио 2 Сильвио 2 Все же увидел свет Ну а что из этого получилось? О, нет, я еще не готов Давайте вам сначала кое что покажу На пару минут переместимся в прошлое А именно в 2015 год В раннюю-раннюю демо-версию Этой игры, только-только прорубающую В жанре инди-хорроров новое окно Казалось бы, за счет чего? Потусторонний мир и контакт с привидениями. Да любой человек вам скажет, что ничего банальнее и тупее быть не может. Сколько же всего сказано и написано на данную тематику, я думаю, уже сами призраки на том свете не в восторге и кают. Но в случае Сильвио все было иначе. В демо-версии нам предстояло играть за сильную и независимую женщину по имени Джулиет. Она приплывает на лодке в заболоченную местность на территорию поместья Люсии, некогда принадлежащую семье пожилых фермеров. Судьбе их не позавидуешь, пара сгорела накануне в собственном доме, а их сына нашли утопленным неподалеку. Странный голос по рации отдает приказ Джульетте, сообщая, что необходимо кровь из носу обследовать подвал фермы, так как там находятся вещи, принадлежащие таинственному человеку. Каждое последующее задание удобно помечалось в дневнике девушки, а дополнительными ориентирами служили надписи, возникающие в так называемых паранормальных местах. Находясь на одной из таких точек, игроку давалось возможность сделать съемку местности при помощи видеокамеры. В дальнейшем с материалами можно было работать при помощи специального аппарата, позволяющего ускорять, замедлять, проигрывать запись задом наперед и так далее, дабы среди шумов и прочих помех вычленить сообщения от умерших. Вот так примерно это выглядело. Как видите, при ускорении удалось разобрать несколько фраз, похожих на «Она собиралась убрать его», а также «Мой сундук». Полученные данные выводили Джульетту, собственно, к сундуку, видимо, вынесенного супругой старика незадолго до пожара, и в нем лежал металлодетектор, при помощи которого нужно было потом отыскать ключ и так далее, по цепочке до конца. По мере прохождения также была возможность пообщаться еще с парой сущностей, которые, как ни странно, довольно охотно шли на контакт, делились информацией о том, что сын фермеров вовсе не утонул, а он там находится где-то внизу, ну, вероятно, в заперти в том самом подвале, о котором шла речь. И далее нам демонстрировалась еще одна фишка игры, а именно прямой диалог с покойным мальчиком Тайсоном, жизнь которого оборвалась на дне колодца. В ходе беседы Джульетта получила тонкое такое предупреждение, мол, ей здесь недозволительно находиться, и если она ослушается, то вскоре нечто схватит ее прямо через две. И, конечно же, героиня нашего сегодняшнего приключения, член ложила на советы ложка, упавшего в скважину, поэтому она дерзко суется в погреб, стены которого таили в себе. Стены которого таили в себе, походу, игрока в Counter-Strike. Ну вот, вы просто посмотрите, эти люди могут быть адекватными? Ну и, короче, на этих брачных воплях охуящей антилопы история обрывалась, и обескураженным зрителям оставалось только гадать, что же такое таинственное скрывалось в недрах поместья Люсии. Сразу хочу сказать, данная игра, это, наверное, последний хоррор, в моем списке, до которого я бы хотел докопаться. Даже Lairs of Fear, который я всегда хвалил, там, проходил на запись, считая абсолютной годнотой, и тот удостоился меньшего внимания, чем Сильвио 2. После окончания демоверсии я интересовался судьбой данного хоррора, не один раз я проверял сайт, страницу в сервисе Greenlight, сторонние упоминания в Гугле, о ходе разработки или каких-либо обновлениях информации не было вообще никакой. Но вот, спустя два года полного хиатуса прохождения Greenlight, а также сбора денег на Kickstarter и Patreon, Николас Свонберг, это инициалы разработчиков, внезапно, без каких-либо предупреждений, выкатывает в Steam нечто, которое выглядит хуже демоверсии из 2015 года. Я когда увидел эти горы, я подумал, что у меня натурально компьютер навернулся, потому что текстуры явно не прогружались. Хрен его знает, может девелопер за два года так перестарался, что уже там, ну, прогресс-то не стоит на месте, как-никак, я все понимаю, но оказалось все намного проще. На игру забили болт. И пока мы не начали, у вас из головы не вылетела информация о фишках, представленных в демоверсии, я проведу викторину. Внимание, знатоки, что из ниже перечисленного вырезали из игры? Это просто мать ее катастрофа, а не игра. Представьте, что над продолжением вашего любимого сериала, кино или чего-либо другого начинает работать бездарный черт, который только и делал, что собирал бабки, а когда его спросили, где деньги Лебовски, он сделал вид, что ничего не понимает, ну или просто выкатил какую-то херню, максимально плохую, кривую, чтобы его потом больше не просили. Здесь ситуация похожая, только запорол все сам создатель. Естественно, мы живем в мире, в котором никто никому ни хера не должен. И при желании этот чувак мог бы вообще ничего не делать, но знаете, лучше бы так и было. Сильвио 2 это натурально хуже, чем ничего. Я всю игру пытался собраться и перестать ныть, но это просто невозможно. И поверьте мне, к концу этого видео вы поймете почему. По сюжету мы играем всю за ту же девушку Джульетту с довольно приятным вкратчивым голосом, на который можно драть. Только на сей раз она плывет из далекого ниоткуда не собирать информацию о проклятой долине, в которой люди мрут как мухи, по странным стечениям посадств. Нет. Наша няша просто плывет на какой-то лодке, капитан, который базарит с мужем Джульетты по рации, и сообщает, что вскоре девушку в целости из охранности доставят к маяку. Я, конечно, не хочу показаться придирчивым, но с каких пор на судах, предназначенных для морского тура, размером 10 на 3 метра, устанавливают 9 лавочек и 1 мусорный бак? Предположим, что это дело рук российских чиновников, которым сказали облагородить территории близ парков, вот они и перестарались. Вопрос другой. Ответьте мне, что дальше происходит? Ну ладно, поехали. И вот после этой прекрасной заставки, состоящей лишь из вздохов, которая ничего, просто нихера абсолютно не объясняет, девушка внезапно попадает в какой-то дом. В нем мы обнаруживаем гигантское осиное гнездо, из которого вывалилась трубка, и это, я напоминаю, уже готовая игра, которую делали 2 года и продают за деньги, и даже... даже не в этом главное разочарование. В демо-версии Сильвио Джульетты была наемным рабочим, специально обученным налаживанию контакта с паранормальными сущностями при помощи спецтехники. А хрен знает, где такому учат, видимо там где-то в программе необъяснимый, но факт. Но человек она была подготовленной. Каким нахрен образом в релизной версии игры эта дама, оказавшаяся в случайной какой-то халупе, заброшенной, прошу заметить, находит аппаратуру, внезапно умеет с ней обращаться, и какой-то такой женской интуиции она вообще узнает, что в доме присутствуют призрачные сущности, которые еще и не прочь поболтать. Ой, все. Помимо уничтоженного в нулище графона и моих мечтаний, из игры также турнули полную свободу действий, результат чего исследование мира заканчивается там, где начинается мир загробный. Задание теперь это не надписи, как это было в демке. Это просто белые точки, которые вообще никак не подписаны, и непонятно, что они вообще означают. А зачем усложнять? На белой точке Джульетта может внезапно включить диктофон, дабы обнаружить среди шумов какие-то таинственные бесполезные слова. Или внезапно девушка может начать установку штатива с камерой, для последующей 10-секундной записи, которая каутерожна, потом превращается в спектрограмму, на которой можно искать послание с того света. В демоверсии, я напоминаю, работать надо было по видеозаписи, сделанной игроком лично, а не по какой-то статичной картинке со спектрами, которая даже не меняется на протяжении всей игры, но это уж ладно. В итоге, сюжет Сильвио 2 представляет из себя 9 абсолютно разных, офигительных историй, в абсолютно разных локациях, которые связаны между собой... А, погодите, это мне приснилось. Сборник 9 идиотских баек, от лкаша Вани про привидения, события которых разворачиваются в одних и тех же домах, которые вообще никак между собой не связаны. Судьба людей с первой хибары, в которую игрок попадает сразу после заставки, это лишь история об одной одинокой женщине, которая убила свою подругу, которая чем-то там ей не угодила. Чем именно, спросите вы, я не знаю. Привидения здесь не особо вдаются в подробности, в плане освещения каких-либо событий и собственной, блин, жизни. Что уж говорить о каком-то раскрытии характера Джульетты, ведь не играя в демоверсию и не слушая данное видео, вы вообще ничего про нее не узнали, про нее нет информации в принципе. Чуть позже злое привидение баба рассказывает о том, что еще при жизни оно сбросило труп подруги в шахту, находящийся под этим самым домом, в котором они сейчас сидят. Джульетта пробирается в подземные коммуникации, кладет камеру в ведро и опускает ее на дно оврага. Там она каким-то образом видит код, состоящий из трех цифр. Погодите, просмотрите этот момент еще раз. Вы слышите, как кто-то зачитывает какие-либо цифры? Или они там написаны где-то? Откуда она их взяла? Я вот не понял. Ну, будем считать, что я невнимательный. Скажите, что вы думаете на этот счет, если вдруг что-то увидели. Короче, этим кодом протагонистка отпирает замок и выбирается наружу через дырку в потолке. И все. И не надо мне в комментах писать, что хитрый Вульф опять в фотошопе текстуры с объектов поудалял, чтобы опорочить игру, я вам клянусь, из этих черных нефтяных островков состоит практически вся игровая локация, за исключением клочка земли, на котором происходит финал. И на тот можно попасть лишь по скрипту. Разработчику было настолько плевать на судьбу своего проекта, что он просто изуродовал карту из демки, добавил архипелаг Дурак с 20 островами в море. А на поверхности каждого острова прорубил дырку, с помощью которой можно проникнуть в апартаменты подземных людей, которые все внезапно умерли. Итак, 9 раз подряд. Ну, формально 7, но не суть. Что они ели, что они пили, откуда там электричество и связь, почему они жили именно так и не пытались спастись... Это еще не все. Далее Джульетта пробирается на корабль, который так заботливо пришвартовали близ ее острова, и внезапно на связь, видимо, по диктофону прямо, выходит капитан, который немного озадачен пропажей лодки, и он просит подогнать корыто к тому самому маяку, к которому они изначально плыли. Но почему мореход там оказался без Джульетты, без лодки и без координат, объяснить, к сожалению, не может. В связи с этим, покорять воды в роли пирата захваченного корабля вынуждена наша героиня, причем ориентируясь по данным с листочка, который прикреплен рядом с бортовым компьютером, вообще непонятно кем. Вбив данные по широте и долготе, мы отправляемся в дальнее плавание, и знаете что? Игра проходится примерно за 2 часа 30 минут, из которых 30 минут вы потратите на плавание по морям, потому что сраная лодка плывет медленно. Ну очень медленно. При том что, прошу заметить, разработчик заявлял о возможном 6-часовом геймплее при посещении всех 20 островков, ну, знаете, в принципе, с таким прокачанным уровнем мореходства это неудивительно. Комично это выглядит на фоне того, что все 9 сюжетных заданий это абсолютная бессвязная ахинея. Я боюсь представить, что творится на второстепенных квестах с подземными людьми. Приплыв по оставленным на бумаге циферкам невесть куда, мы попадаем на очередной смоленой остров с черной дырой посередине и опускаемся в бездну ада. Итак, внимание, проблемы смертных. Остров 2. Джульетта плентит камеру на кухне. Привидение на стуле сообщает о неком Русе, ну вы знаете Руса, которого заперли в комнате. Джульетта идет в соседнюю комнату и спрашивает у Руса, почему его, собственно, заперли в этой комнате. А как Джульетта попала в комнату, если она заперта? Вы замолчи! Привидение говорит, меня зовут Рус, и на этом запись обрывается. Джульетта снова идет на кухню и спрашивает, что спросить у Руса. Привидение говорит, что это не Рус, а Рус уже на небесах. Джульетта снова идет в спальню к врунишке, ставит камеру и говорит, мол, колись, падла, чё ты такое, куда дел Руса? На этом моменте самопровозглашенный Рус бьет камеру и говорит, что все зависит от тебя, после чего произносит координаты следующего острова. Интересно, правда? В третьем доме на третьем острове вообще происходит бытовое насилие. Привидение Брюс, это, видимо, глава семейства, рассказывал, как запирал жену на чердаке, потому что она буянила и рисовала свои дурацкие уродские картины. Единственный способ борьбы с современными художниками. Минутой позже выясняется, что под крышей дома действительно находится дверь, причем не абы какая, а та самая дверь из демо-версии игры, только теперь она скрывает за собой не подвальное, а чердачное помещение с ужасным привидением по другую сторону. Паранормальная сущность, как ни странно, больше не воет и не стонет, а причитает в духе «Ну что ж ты сделал с моим домом, Брюс?» и выдает героине координаты следующего острова. Я не знаю, что это, видимо, какая-то солидарность художников, и Джульетта тоже постоянно делает зарисовки, и что, сука, характерно, еще хуже, чем два года назад в демке. На территории бункера, что под пятым островом, вообще развернулась Санта-Барбара на две тысячи серий. Далее, слышь, погоди, а где четвертый-то остров? Тссс, все хорошо. Здесь история уже интереснее, но все равно такое себе на самом деле. В борделе, в которой, видимо, сначала съезжались люди со всей округи, а потом бог прогневался, чё ж ты за садом и затопил всю сушу? Ладно, шутка. Короче, в борделе была устроена вечеринка в честь знатной в узких кругах особы по имени Каринна. Ее сестру, которая тоже, видимо, подрабатывала в данной сфере, на тусу не пригласили, так как один из клиентов выразился о ней не иначе, как фрик. Тогда завистливая сестра пробралась в комнату отдыха и поотравляла весь виски, от которого некоторые люди продолжали мучиться, даже будучи уже нематериальными. Недовольное привидение, которое не отравилось, а, судя по всему, умерло просто так, рассказывает, что злую сестру последний раз видели в саду, и именно там Джульетта и находит крысу. Казалось бы, ну сейчас будет мощная такая развязка у этой истории, а хер там. Убийца, вместо того, чтобы послать героиню в баню, с кого-то перепугу не произносит ни звука, а лишь набивает координаты шестого острова. Знаете, из Джульетты получился бы неплохой опера, она просто взглядом ломает людей. Даже после смерти. А вот привидения, находящиеся в часовне под шестым островом, отличаются крайней консервативностью, вследствие чего толпа не желает разговаривать ни с кем, кроме своего пастыря по имени Робин. В безуспешных попытках выбить признание из прихожан подземного учения, Джульетта спускается по винтовой лестнице к тоннелям, перекрытия между которыми выглядят довольно интересно. И ведут они, впрочем, к затопленной пещере, в которой находится привидение, отдающее очередные координаты вообще без боя. Чего тут подытожить, я даже не знаю. Блаженные, невидевшие и уверовавшие. Хотя, честно вам скажу, прождав два года, как идет самый конченый сиквел во вселенной, я уже ничего не вижу и ни во что не верю. Дела семейные поджидали нас в седьмой истории, о которых нам поведает призрак неупокоенной матери. Тана оставляла штук десять белых точек с диктофонными записями по всему дому, в которых то и дело всплывают фразы типа «Где ребенок?» «Выходи», «Мама тебя не обидит», «Где же он?» Ну и так далее. Здесь нам как бы на голову выливают ушат драмы о том, что несчастная мать даже после смерти мечется из угла в угол в поисках чада, поэтому умная Джульетта решает ей помочь, но не находит способа лучше, кроме как послушать советов от истеричной тетки. Полоумная мама по имени Дженнифер, которая засела в детской комнатке, высирает просто гениальную идею, подсмотренную ей будто в программе «Битва экстрасенсов». Она говорит, что нужно взять свечи, детские игрушки, расставить их по углам пентаграммы, насыпанной из соли, тем самым заставив блудного сына вернуться из загробного мира в квадрате. Непонятно, зачем протагонистка в точности выполняет условия странного ритуала и что бы вы думали, с колен самого сатаны спрыгивает этот сын портовой шлюхи и спауниться прямиком перед камерой. Единственная осмысленная фраза, которую он произнесет, будет в духе «Теперь все зависит от тебя», после чего этот маленький урод начнет косплеить полтергейст и всячески пакостить Джульетте. То он включает и выключает свет в квартире, то врубает без надобности запись на диктофоне, то рисует свою китайскую наглую рожу прямо на спектрограммах, мешая работать, и неудивительно, что его в бездну сослали, он же конченый. И все это будет продолжаться до тех пор, пока оно не наиграется с Джульеттой и не скажет свое имя. Затем, зная имя, нужно снова призвать призрака, который на повторном сеансе уже лоботомированный, видимо, и соответственно не буйный. Более того, он даже дает координаты следующей карты и на этом история заканчивается. Воссоединилась ли семья и сделали ли мы наконец что-то полезное за предыдущие два часа, спросите вы? Пф, нет, ребенок снова исчезает после уничтожения пентаграммы. Финальным аккордом, сыгранным на клавесине в честь похорон здравого смысла, является предпоследняя и последняя локации соответственно. Восьмой и девятый остров как бы объединены между собой и являются изуродованным уровнем из демо-версии игры сшитым будто бы из кусков материалов, восстановленных после удаления из корзины, потому что даже в раннем альфа-билде Сильвио 2 это поле, это там бар, это лодка, в которой якобы утонул ребенок фермеров, и это перепаханная земля, выглядели лучше. Сущность в окне, которую удается сфотографировать на память о туристической поездке, говорит, что Жульетта может войти, даже несмотря на то, что изначально на дверях амбара висел замок с потерянным ключом. Именно для этого в демке и нужен был металлодетектор, а теперь этого нет. Почему ручка люка в подвал выглядела как петля, я понял слишком поздно, когда этот самый люк отфутболил нашу героиню под самый потолок без шансов на освобождение. Здесь мне пришлось перезаходить в игру и проходить все оконченный квест из последней Локи заново, в кромешной тьме, без ориентиров. И поверьте мне, это было очень интересно. Нет. Добравшись в очередной раз до подвала, игрокам наконец-то дают ответ на вопрос, что же находилось за этой таинственной дверью, из-за которой доносились странные звуки и какие тайны скрывала за собой эта проклятая земля. Интересно было узнать, что за страшным каменным тоннелем находился мотоцикл. на цепях. Который, видимо, и выл от тоски в конце демо-версии Сильвио 2. После этого Джульетта поднимается на поверхность, забирается в лодку и плывет на... Почему эти звуки похожи на рокот вертолета? Ну не суть, короче, плывет, дробь летит в сторону маяка, о котором шла речь в диалоге с капитаном по диктофону когда-то там давно. На месте выясняется, что капитан умер и, внимание, муж Джульетты, который непонятно какого хрена тут вообще делал, тоже умер. Я, кажется, понял смысл игры, сюда просто людей ссылали, которые не хотели жить и они без еды и воды гибли через какое-то время. Гениально. В общем, заплаканная девушка прощается со своим единственным возлюбленным и придет на другую часть нефтяного острова, видимо, чтобы наконец утопиться. Но шанс на реабилитацию дает невесть откуда упавшее НЛО. На этом моменте, я уверен, все бухие фермеры из Техаса заплакали, встали и начали аплодировать на бис. Джульетта залезает на борт летающей тарелки и свое повествование начинает чувак из программы «Что, где, когда?», который обычно вещал «откуда там сверху». Если вкратце, то выясняется, что инопланетная раса решила сжалиться над вымирающими жителями земельки, поэтому консилиумом явно не самых развитых представителей этой самой расы было принято решение переселить всех человеков на огромный космический корабль, куда они в данный момент и держат путь. Проблема в том, что на протяжении 175 лет программу реинновации нельзя было провести из-за затупков типа Джульетты, которые прослоупокали все знаки свыше, в результате чего за ними пришлось высылать персональное такси НЛО. Апофеоз маразма всей этой истории заключался в одной интересной штуке. Даже сука с силами вселенского сверхразума, обладающего безграничными возможностями и вылезающего в конце игры как Морган Фриман, чтобы все объяснить, даже при всем при этом разработчик тупо не сумел сшить белыми нитками сюжет, настолько он уебанский, необъяснимый и блять нелогичный в этой хуйму до блядской игре. Это кстати был единственный мат в данном видео. Счастья вам! Субтитры создавал DimaTorzok Когда-нибудь прилетит НЛО и переселит всех нас под землю и тогда наступит наше время время подземных людей АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин